Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Шаббат Шалом! Сегодня наша глава Ва-Е-Ра. И здесь есть очень интересная вещь. У Аврагама и Сары нет детей. 10 лет они уже прожили в стране Кнаан. И Сара говорит Аврагаму, вот у меня рабыня, египтянка Агар, войди к ней, может быть будет у меня потомство благодаря ей. Это та Агар, которую фараон подарил Аврагаму, когда они были в Египте. Он сказал, пусть, это его дочь, пусть она будет рабыней в доме такого праведника, как Аврагам, чем женой египетского вельможи. И теперь Сара говорит, вот так надо тебе поступить. Он берет, женится на Гагар, Аврагам, и рождается ребенок. Мы знаем, что там происходило. В это время она перестала уважать свою госпожу Цару. В общем, это все плохо было для этой семьи. И в конце концов, сейчас наступает ситуация, когда ребенок этот уже вырос, Ишмаэль. А у Аврагама, Сарай, в 100 лет, когда его было, родился Ицхак. И вот рассказано, что когда Ицхаку было 2 года, Аврагам устроил пир в честь отнятия Ицхака от груди. Медраж пишет, что это был непростой пир. Собрались цари, 31 канонейский царь присутствовал. И ох, пришел царь Башана. То есть, невероятная ситуация. Ох, там, высказался, что он такой маленький, что его придавить ничего не стоит. И все выше сказал, ты еще увидишь, что этот ребенок тебе сделает. И действительно, его потомки потом ему сделали все. Забрались в страну, и Иох был убит. Но это будет через много лет. А теперь такая ситуация. Увидела Сара, что сын египтянки, которого она родила, Аврагаму, надсмехается, издевается над ребенком. То есть, не просто надсмехается. Кто бы ее выгонял, если бы он просто надсмехался. А он издевался над ребенком. Есть медраж, который говорит, что он, он же был стрелок из лука. Он ставил ребенку маленькому на голову яблоко и стрелял стрелой. Из лука стрелял по ребенку. И, естественно, она это не могла пережить. Она пришла и сказала это Аврагаму. Аврагам был в шоке. Как он может так поступить, выгнать ее, эту служанку с ее сыном. И он не знал, что делать. И Вишня говорит, как скажет тебе цар, выполняй. Ну, он взял, дал им продукты, дал им мех воды. И отправил их в пустыню. И что происходит дальше? Дальше голодная смерть. И она понимает, что ребенок умрет. Он ходить сам не мог. Она его положила на плечо этого ребенка. Когда ему хотя бы 16 лет, видно, он больной. Это не мешало ему быть тем, кем он есть. Садистом. Но она его положила под одним из кустов. И сказала, пусть не увижу я смерти ребенка. А сама отошла и села поодалью и плакала. И услышал сильный плач ребенка. То есть не ее услышал, а ребенка. Ну и открыл он глаза Гагар. И она увидела колодец. И напоила ребенка водой. Всевышний обещал взгляд его большим народом. И написано, что он поселился в пустыне Паран. И стал он стрелком из лука. И мать взяла ему жену из страны египетской. То есть он грабил путников. Бандитом был. Но не так все просто. Сначала мы видим, что имя Ишмаэль мало упоминается в Торе. Все время он, он и иной мало говорится. Но очевидно, что если бы был праведником, было бы почаще. А так нет. А потом написано, что он присутствовал на похоронах своего отца Аврагама. И написано, похоронили его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его. То есть он, как Исав, первый лиц, они требуют. Он соглашается с тем, что Ицхак первый. Он стал праведником. То есть уже когда Аврагам умер, он уже был праведником. И когда он умирает, написано, и скончался, и умер. И был приобщен к народу своему. То есть только праведник. Ишмаэль был бандитом, но время пришло, и он раскаялся, и он стал праведником. Что касается Хагар. Тоже не так все просто. Да, она действительно себя вела отвратительно. Она не уважала свою госпожу. Она себя вела отвратительно. Но пришло время. Пишет Тора. После того, как Аврагам женит Ицхака, Ицхаку было 40 лет. Нашел ему жену. После этого он сам женится. И берет жену другую. Зовут ее Ктура. И она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Медьяна, Ишбака, Шуаха. Там нет рассловия. Это глава Хаесара. Но пишут наши мудрецы, Что Гагар и Ктура это одна и та же женщина. Но она, когда ушла из дома Аврагама, Она закрыла свой подол и за кого замуж больше не вышла. Поэтому называют ее хорошим именем Ктура. То есть, что такое 38 лет прожить одной? Была предана Аврагаму. Неверяне на что. Естественно, что она достойная жена. Раз Аврагам на ней еще раз женился. И рожает с ней 6 сыновей. И они все стали народами. Допустим, если мы берем Медьяна, Наши мудрецы считают, что это Сурдовская Аравия. То есть, очень все достойно в конце. То есть, как и Ишмаэль, так же и Гагар в конце своего времени жизни раскаиваются. Это удивительно, конечно. Но вот так. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Владир бен Григорий, Бертабат Исраэль, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая Малкабат Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, За здоровье Светлана бот Клара, Шмон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Миря, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Бертен, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Двойр, Леор бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф Давид бен Цара, Даня бот Фрида, Инна бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Марк бен Нина, Ира бот Вера, Рафаэль бен... Хана Цепора Бат Сара, Ася Бат Года, Мазл Парнаца Сгула, Ирина Батурия, Рона Ребен Ри, Закороший Духа, Рона Ребен Двой, Радис Бен Ахум, Авигаль Бат Сара, Парнаца Эбриют, Владир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Легу Марченко. Всем шаббат шалом, всем браха Парнаца Кавана, что мы это время не грешили, читали Тору, всем все самого наилучшего, до следующих встреч, надеюсь, у нас состоится в днем решен 15.30. Шаббат шалом.